В Чувашии завершился международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-24». Он проводится при поддержке Лиги юных журналистов России. В лагере «Росинка» собрались более 300 начинающих журналистов. Представители канала «ТВ-центр», журнала «Русский репортер», факультета журналистики МГУ Мини Ломоносова, агентства «Юнпресс» и многих других региональных и федеральных СМИ. Участники «Волжских встреч» в режиме свободного диалога обсудили актуальные темы для школьных и юношеских СМИ. Подробности в нашем репортаже. «Волжские встречи» проходят в республике с 1989 года. За 23-летнюю историю в фестивале приняло участие более 5000 начинающих журналистов и руководителей из 412 редакций России, стран СНГ и Польши. В фестивале «Волжские встречи» есть много традиций. Одна из них – это выпуск газеты «Братское объединение молодых журналистов», который выходит уже больше 20 лет. Вышло за это время больше 200 номеров, где каждый номер каждый день выпускает какая-то одна редакция. Есть много ролевых игр, «Голая правда», где делается анализ школьных газет. Юные журналисты на фестивале представляли свои работы. Посещали мастер-классы Ильи Белостоцкого, режиссера киножурнала «Яролаж», журналиста телеканала «Россия-2», Андрея Цыганова и многих других. Витя приехал на фестиваль из села Самбург, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Он добирался двое суток. Летел на вертолете, ехал на поезде и на машине. Говорит, что в Чувашии ему очень понравилось. Я работаю на телерадио-студии «Радуга-Абэй». Мы там подготавливаем сюжеты. Обычно я вообще за Тюменскую область никогда не выезжал. А тут столько впечатлений. Волжские встречи впечатляют не только юных журналистов, но и достаточно опытных. Я очень надеюсь, что власти города услышат людей, которые работают на телевидении уже очень давно, что действительно талантам надо помогать. Бездарности пробьются сами. Вот организаторы фестиваля «Волжские встречи» – это те таланты, которые действительно работают с нашими детьми, которые помогают детям найти себя в этой профессии. Кстати, эталоном, идеалом детской передачи Хаустов назвал «Бухты-барахты», которая выходит на нашем канале. Ее автор Мария Шоклева. Все, что ты делаешь, все заслуживает внимания и на Международном фестивале визуально искусств в Орленке, где ты неоднократно получала первые места. И действительно, любой проект, который ты дальше придумываешь, он заслуженно оценивается очень высокими наградами на Международном фестивале. «Волжские встречи» – это уникальный трамплин для взлета еще выше, как сказал один из тренеров фестиваля. «Владика вулкана», «Выплывающий водолаз», «Вакансий врача», «Важная ворона». «Девочки, можно я?» «Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что такое ВВ?» «ВВ» – «Волжские встречи». Но только они уже закончились. Следующий фестиваль «Волжские встречи» – юбилейный, 25-й. Но, по словам организатора мероприятия, меньше всего хотелось бы превращать его в какой-то праздник. Рабочая трудовая атмосфера журналистам ближе. Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.